Время Отца и Сына и Святаго Духа А сегодня перед нами возникает другой образ. Это образ святого Иоанна Лествичника, игумена монастыря на Синайской горе. Кроме прочих душеспасительных произведений он написал книгу, называемую «Лествица». В этой книге указан правильный христианский путь, путь восхождения к Богу. Представлено это в виде восхождения по лестнице. Оказывается, что нам свой крест надо нести не по ровному месту, а вверх, взбираясь как по лестнице. Это наставление было написано в начале VII века для монашеской братьи и до сих пор это не утратило своей актуальности. Книга состоит из 30 глав или степеней, которые постепенно ведут или к отвержению порока, или к приобретению той или иной добродетели. Вот, дорогие братья и сестры, представьте себе, святой Иоанн Лествичник, родился он примерно в 570 году от благочестивых родителей и в 16 лет ушел в монастырь. То есть, уже с раннего возраста понял, что вот эта вот суета, мирская вся вот эта вот, и все, что происходит в мире, его перестало интересовать уже в 16 лет. То есть, вот такой вот был человек, который возлюбил Бога. И в 20 лет он уже был, принял монашеский постриг и своими деяниями как-то вот показал, он был таким настолько ревностным, что он был уже примером в монастыре. И так получилось, что, чтобы больше угодить Богу, чтобы больше познать Бога, он ушел и стал жить в пещере. То есть, только по воскресеньям приходил в монастырь, участвовал на воскресных богослужениях, а так жил в пещере, был таким молчальником и сихастом, можно так сказать. И понятно, что многое, что приобрел, многие дары. То есть, отвергаясь мира, он приобрел многие духовные дары. И его очень уважали. И 40 лет он находился в таком вот уединении. И монахи его выбрали игуменом Синайской горы, то есть монастыря на Синайской горе. Это та гора, где вот Моисей получил эти скрижали с Десятью Заветами. И отдельно бы хотел зачитать, то есть, зная его вот эти духовные подвиги, к нему обратились даже не братья его монастыря, а Раивский, игумен Раивского монастыря. Я лучше зачитаю, чтобы вот это лучше прочувствовать, насколько его уважали, насколько было почтение. Вообще, насколько вот эта вот письменность тех старых времен, насколько она была такая пронизана любовью. Это сейчас вот пишут имейлы без какого-либо начала, без какого-либо конца. Там эй, огонь и там что-то. То есть, абсолютно такое вот неуважительное отношение. Я уж не говорю неуважение к старшим по возрасту и так далее. То есть, вот представьте себе, игумен, зачитываю, послание святого Иоанна, игумена Раивского, к досточудному Иоанну, игумену Синайской горы. Выше естественному и равноангельному отцу отцов и превосходнейшему учителю, грешный Раивский игумен, желает радоваться о Господе. Дальше идет там вот эта вступительная часть и, наконец, основное. И потому, преподая к тебе, как к общему всех отцу и старшему в подвижничестве, сильнейшему, в быстроумии и превосходнейшему учителю, с им писанием нашим молим тебя, о глава добродетелей, преподай нам, невежественным, то, что ты видел в боговидении, как древний Моисей и на той же горе, и изложи это в книге, как в богописанных скрижалях, в назидании новых израильтян, то есть людей, новоисшедших из мысленного Египта и из моря житейского. То есть вот эта вот просьба была так вот в таком витиеватом виде, так вот расписана, чтобы действительно как-то убедить раба Божьего и всеми, в общем-то, всеми уважаемого игумена Синайской горы, чтобы он написал наставление, наставление для монахов, как вот правильно, как бы сказать, идти к духовной жизни. Такое вот, то есть ихнее сердце почувствовало, что вот такой человек может написать наставление, необходимое для монахской жизни. И знаете, была написана эта книга, вот она состоит из 30 глав или степеней, но хочу сказать, что эта книга, она была чуть ли такая вот, ее настолько ценили, она была таким сокровищем, что она не переиздавалась, она ходила только среди монахов, так сказать, ведомственная инструкция, ведомственная книга для внутреннего пользования, как подниматься к Богу. То есть это была жемчужина. И вот сейчас книги уже начали издавать, то есть мы, миряне, можем эту книгу просто прийти и купить. Даже особо я не понимаю, насколько это была жемчужина, насколько ее скрывали. То есть сейчас время такое, что старцев мало, мало таких духовных наставников. И поэтому Господь, видя это, делает так, чтобы люди сами, сами по старым книгам могли как-то себя духовно поднимать, духовно расти. Поэтому вот, слава Богу, что такие книги есть. Это книги для нашего назидания. И хотя это монашеская книга, нам не мешало бы ее хотя бы прочитать, потому что то, что там написано, оно, в общем-то, необходимо. Потому что рано или поздно мы возгоримся желанием. Кто-то из нас, может быть, захочет стать монахом, хочет быть ближе к Богу. В этом случае эта книга, это правильное наставление по, как по ступенькам идти. И хотел бы сказать, вот сегодняшний случай, когда вот люди пришли на исповедь, и даже не знали, что вообще такое исповедь. И вообще многие люди не знают, что такое вот многие святые тайны. Приходят абсолютно вот, и знаете, такое впечатление, что вот к этой лестнице, вот которую написал святой Иоанн Листвичник, надо писать уже другую книгу. Лестницу, в которой будет написано первая ступень, знать Отче наш. Вторая ступень, символ веры, обосновывать. Третья ступень, точное изложение православной веры Иоанна Дамаскина. И постепенно карабкаться, чтобы вот с одной лестницы, хотя бы близко подойти к этой лестнице, о которой мы сейчас начинаем говорить. Потому что иногда поражаешься, что люди, как бы сказать, говорят, что они православные, правильно славят, а они в святых тайнах ничего не понимают. Они не знают, что происходило на святых соборах, когда собиралось по 300 епископов, 7 вселенских соборов. Потом местных соборов, всякие ереси разбирались. И многие люди этим не занимаются, это их не интересует. И, конечно же, им трудно понять, о чем говорится все-таки в этой лестнице, где 30 ступеней. Но вынужден вам все-таки об этой книге рассказать. Думаю, что многие из вас как-то, может быть, ободрятся духовно. Первая ступень – об отречении от мира. Вторая – об беспристрастии. Третья ступень – знаете, тут как лестница, как вот идти на небо. И третья – о странничестве, то есть уклонении от мира. Вот эти вот три ступени, они чем-то похожи. То есть, если ты хочешь, чтобы в твоем сердце был Христос, то не забивай свое сердце и свои мысли вот этим постоянным, как бы сказать, мониторингом, что в мире происходит. Вот эти телевизоры. Еще святой Космай Атаоский сказал, придет, говорит, время, и в каждом доме князь тьмы повесит свои рога. И только потом люди поняли, что это телевизор. В телевизоре нет ничего интересного, братья и сестры. Все это дуриловка очередная, все это несерьезные… Как бы сказать, там есть, может быть, правда, может быть, есть. Но в основном неправда. И знаете, я даже помню коммунистические времена, даже в коммунистические времена, когда соблюдали моральные принципы. Были две популярные газеты. Они популярны не потому, что их люди любили читать, а потому, что у них наибольший тираж. Их там буквально принуждали, чтобы люди их там покупали, выписывали. Это газеты «Правда» и «Известие». Но среди нормальных людей бытовала такая пословица, что в «Правде» нет «Известий», что в «Известиях» нет «Правды». Так вот даже в те времена, что в «Известиях» нет «Правды». Уже коммунисты все прекрасно, как бы сказать, в те времена уже были такие пословицы. Так вот в наши времена правды еще меньше. Поэтому эти зомбоящики, телевизоры надо... То есть настоящая ступень первоочередная, это должна быть не смотреть эти новости, не увлекаться, потому что эти страсти, они же постоянно нас давят. Не смотреть эти рекламные проспекты, которые нам постоянно толкают в наши ящики. Потому что человек думает, ну может я куплю что-нибудь дешевле, мне же надо, я же такой практический человек. И начинается, вот эти рекламные листы перебираешь, по телевизору говорят там то-то, то-то, то-то. Ты думаешь, может правда, может неправда, может это так. Потом переживаешь, какая-то сваниха в зоопарке упала на бок и, не знаю, там ногу сломала. И вот надо же, сваниха, давайте собирать деньги на эту самую, там, кто-то заболел или кто-то наоборот, у него все хорошо, ему тоже деньги надо. И непонятно что, непонятно, людей занимают всякой ерундой. Понятное дело, что если ты будешь смотреть телевизор и это вникать, и новости, то ты, у тебя не будет времени даже для молитвы. Ты будешь все переживать, ты будешь что-то собирать, надо гуманитарную помощь, каким-то папуасам, папуасам, ну им же нужно, а нам, может быть, и не очень надо. Какие-то все, мигранты, переселенцы, все, у всех все какие-то заботы. Тебе-то что-то да вот, ты христианин. Вот закройся, как святой Иоанн Листвичник, и 40 лет знать ничего не знаешь. Может быть, какая-то ящерица пробежит, и все, и она не отвлекает его внимания, она же не болтает языком, что не попадя. Она нормальная, бегает и занимается своими делами. Птички пропоют. Все, больше нам, по правде, для христианской жизни ничего не надо. И вот четвертая ступень, интересно, о послушании. Только, наконец, мы достигли ступени о послушании. Важная ступень для всех нас. Если уж мы отвлеклись от этого мира, от этой всей суеты, углубились, то, понятное дело, что послушание для нас необходимо. Дети должны слушаться. Родителей. Жена. Понятное дело, должна слушаться мужа. Знаете, вот по своему опыту скажу, был я в Узбекистане, в Таджикистане. Помню, из Ташкента я там ехал через такие города, как Ташаус, Ургенч. И там вот так получилось, что я пожил там какое-то время. И все удивлялся. Но, понятное дело, что там вот не было столов. Мы там ели так на корточках, этот плов. Плов надо было облизать пальцы, чтобы показать, что он вкусный. Это, как бы сказать, ладно. Другое меня удивило. Там, по правде, вот эти вот города, Ташаус и Ургенч, там только железнодорожная ветка. Там невозможно на автомобиле проехать. То есть, если ты с начальником станции, что-нибудь там у тебя плохо получилось, или плохо на него посмотрел, ты оттуда не уедешь. Ты умрешь в этом Ташаусе, и все. И там, так вот смотрю, люди кланяются. Думаю, чего они кланяются? На решаке кто-то едет, знаете, такой на ослике едет. Халат такой длинный. Тут что-то вышито. И тут, знаете, такая шапка меховая, там такая, с такими ушами. Тут как арта. Я только понял, это милиционер. То есть, все покланялись, я тоже кланяюсь. То есть, уважение просто к милиционеру. Он, так сказать, представитель власти. К начальнику железнодорожной станции вообще падать надо тоже за 50 метров. Упасть. Упал и отжался. Понимаете? А мы боимся в храме упасть и отжаться. Чего мы боимся? Чего мы стесняемся? Идите в Ташаус, Евгургенчик. На неделю. Милиционера увидели и не поклонились. Я даже не знаю, что с вами будет. Лучше упасть и еще и шоку этому поцеловать. Там начальнику станции. Да там любой. И у них у всех какие-то вот эти вот вышивки. И это у них как-то особо почетно. Значит, тот, кто имеет какую-то большую власть, у него тут что-то вышито. Кто-то имеет еще большую власть, у него тут начинают грудить, что-то вышито. И вот они ходят. У кого какой халат. Тому надо кланяться. У кого как борода. Да, это вообще, салам алейкум, сразу падай, сразу увидел большую бороду, упади. И все. Братья и сестры, о женщинах даже не говорю. Там в то время было образование до пяти классов. У женщин. Почему? Чтобы нос свой не поднимало, а то начинают мужа учить. Как ты можешь его учить? Ты, по ихним представлениям, ты от ишака там чуть-чуть, как бы сказать, это самое. Ну, то есть, как ты можешь вообще учить? У тебя мозг по-другому устроен. Не можешь ты учить. И вот так вот я вот там вот пожил и удивился. Многое было для меня интересно. И это к православию, может быть, даже имеет, не то что к православию, вообще к нормальному отношению. Старший по возрасту, он более мудрый. Как может молодежь там что-то, что-то там это самое, говорить. Я уж так вот использую нормальную терминологию. Вот. Что может молодежь? И что может вот женщина по отношению к мужчине? Да они прав не имели. Знаете, вот ради интереса скажу. Вот у меня есть портрет священника, протеория Николая Рыжкова, который был там в Каровых Варах. И там написано Секвенцева, то есть в 1907 году написала его Анна Секвенцева. Я посмотрел, кто она такая. Оказывается, она первая получила лицензию, кто может преподавать художественную вот эту вот роспись, рисование в средних школах. Так ничего себе, раньше женщин даже не имели права преподавать. Вот апостол Павел, между прочим, так и говорил. А женщинам преподавать не повеляю. То есть она получила лицензию, что она первая из женщин в средних школах, а в высших школах, я даже не знаю когда. То есть иерархия всегда существовала. И на небе это образец, там иерархия. Нет никакой демократии, нет такого, что вот собрались ангелы. Ну что, давайте вот так вот и так, давайте вот тут будет то и то. Будем голосовать. И вот из графина пьют воду, и вот это вот заседание проводится, заседание ангелов, и они начинают голосовать. Ничего подобного. Есть определенная иерархия. В этой иерархии, сами все понимаете, так и должно быть. Демократии нету на небе. Это все создано искусственно. И вот почему я об этом с вами говорю. О послушании. Женщина слушает голову семьи, мужа, дети. Слушают не только своих родителей, а слушают учителей. Неважно, учитель много знает, мало знает. Он учитель. Мы его не избираем. Вот такой учитель попался, значит, такого и слушай. То есть, о послушании. Можно дальше перечислять, например, о покаянии, о памяти смерти. Если ты о смерти думаешь, так ты, понятное дело, задумаешься, как вообще тебе поступать правильно. Смерть ведь наступит. Потом придется отвечать за свои слова. И о радостном плаче. Я не буду перечислять дальше ступени, потому что они даже для меня тяжелые. То есть, я даже не знаю, приблизился ли я даже к этой лестнице. Но, чтобы нам легче было понять, я приведу такой, как бы сказать, такой вот пример. Вот, например, вот как вот такую вещь. В математике некоторые постулаты доказываются примером от противного, то есть от обратного. Вот представьте себе, что вот рогатый и хвостатый придумал такую вот книгу, называется «Антилестница». Значит, первые три заповеди будут вообще не помнить о Боге, а помнить о мире. Так мы вот, мы, мы, к сожалению, так вот и живем, большинство из нас. Нас любят, нам нравятся эти все наслаждения, по-гречески называется «гедония». Нам нравится вся вот эта, весь этот рок-н-ролл, пустой и ненужный, который занимает голову и время. И вот четвертая заповедь будет о непослушании, а не слушайся никого, а что родители, ты тоже человек, это звучит гордо. Пятая заповедь, заповедь о непокаянии, а что каяться, да я вообще, вот мы сегодня, в общем-то, видели уже примеры. А что я буду каяться, да я вообще нормальный, да я вообще настоящий парень, а пусть остальные каятся. Они же, они грешники, и обычно такие люди об остальных все видят. Этот такой-то, этот такой-то, этот такой-то, а я что, да я вообще самый нормальный. В первые, в первые ряды в церковь приходят. И о непамяти смерти. А зачем нам о смерти думать? Живи, бери от жизни, что хочу. Так вот, если рогатый и хвостатый захотел бы написать такую книгу, она была бы полная противоположность. Делать, что хочешь, и в конце концов ты попадешь в ад. Уже прямиком, надежно, хорошо. Последняя ступенька, уже тебя бесы будут встречать. Под ручки, под ножки. И вилами сразу, опа, и в котел. И даже не поймешь, как ты оказался-то. Вроде, вроде, жил как все. А в котле оказался, варишься уже. Так вот, чтобы не вариться в котле, надо, братья и сестры, хотя бы, хотя бы основы знать. Мать, символ веры, Отче наш. Обязательно прочитать такие книги, как догматика, точное изложение православной веры. То есть, стремиться к Богу, потому что Царство Небесное трудом дается. И вот книга Лествица, это уже такая закрепительная, такая твердая, в которой описано просто необходимые условия, чтобы достичь Царства Небесного. Спасибо, Господи. Спасибо.